Дарья Сударева Дарья Сударева Компания «Полесье» – один из крупнейших производителей пластмассовых игрушек в Европе и один из шести резидентов ТАСЭР «Димитровград». Номенклатурный ряд поражает разнообразием и буйством красок. На выставочном стенде представлена малая часть продукции, но ее вполне достаточно, чтобы приковать взгляды взрослых. Что уж говорить про детей. А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы в феврале 2019 года губернатор Сергей Морозов, руководитель корпорации развития Сергей Васин и коммерческий директор Полесье Владимир Кивака не подписали соглашение об инвестировании в создание нового предприятия на территории Ульяновской области. Итоговые объемы инвестиций более 200 миллионов рублей. Планируемое количество рабочих мест – 150 с последующим увеличением до 300. Кивака уверяет, что это позволит ежедневно отправлять из «Димитровграда» целый грузовик игрушек потребителям в разные уголки России и зарубежья. На сегодняшний день на предприятии трудоустроено уже 38 жителей «Димитровграда». Дала заявку, позвонили, пришла на собеседование, дали направление на медосмотр, прошла медосмотр и пришла работать. Зарплату уже получали первую? Да. На уровне города как зарплата? На уровне города выше среднего зарплата. А сколько есть на секрет? Если не секрет. 20 тысяч. То есть это, в принципе, то, что вам обещали? Это было только за первую половину. Для многих работников Полесье ДГ стало буквально спасением в сложный период жизни. Летейщица Анна Гиязова попала под сокращение на одном из предприятий города. Спустя месяц работы на новом месте, жизнь вернулась в спокойное русло. А продукция, производимая ею на Полесье, настраивает только на позитивный лад. Наши игрушки мы делаем для детей. И детки наши должны как бы руками трогать. Они, естественно, все это грызут, трогают руками. Материал должен быть безопасный. Конечно, радует, что наша компания производит для детишек такие игрушки обалденные. Компанией Полесье в Димитровграде арендовано 6000 квадратных метров помещений. Организованы производственный цех, цех сборки и два склада для полуфабрикатов и готовой продукции. А также оборудованы хозяйственно-бытовые помещения. В 2020 году в рамках второго этапа проекта компания планирует постепенно расширять занимаемую площадь еще на 28 тысяч квадратных метров. Мы знаем Полесье как уникальную, современную, прекрасную компанию с огромными перспективами, которая работает, если хотите, на светлый запад, на наших детей. И нет ли тебе ни сомнения в том, что вашими руками будет производиться очень доброе изделие, которые мы будем увидеть с вами не только в магазинах или на выставках, но и в ближайшее время уже и в дошкольных учреждениях, и в сельях. Наталья Васильева, Виталий Немов, Димград-24, специально для Уллправда ТВ. По инициативе губернатора Сергея Морозова в Ульяновской области проходит год нулевого травматизма. Специалистам и руководителям по охране труда предприятий региона рассказали о том, как выстроить работу по снижению производственного травматизма и обеспечению безопасных условий труда. По инициативе губернатора 2019 год проходит под знаком нулевого травматизма. В этом году в организациях проводится специальная оценка условий труда. За первый пятилетний этап оценку провели около 6 тысяч организаций, оценено чуть больше 187 тысяч рабочих мест, что составляет 61% от количества рабочих мест в организациях региона. Пока мы немного отстаем от страны в целом. По Российской Федерации оценено 71,8%. В текущем году работа активизировалась. Подвести промежуточные итоги года, обсудить общие проблемы и пути их решения собрались специалисты предприятий в отеле «Хилтон». Здесь собрались работодатели, представители трудовых коллективов, специалисты по охране труда, члены профсоюзных организаций. В общем-то, все те, кто непосредственно в каждодневном режиме обеспечивает достойные условия труда или должен, по крайней мере, обеспечить достойные условия труда, кто должен или обеспечить внедрение принципов социальной справедливости, исплоченности, кто, в общем-то, в ответе за формирование современной системы социального партнерства и за восстановление эффективного диалога между работниками, собственниками бизнеса и органами власти. Не секрет, что сегодня многие проблемы предприятий и рабочих решаются сверху. Находятся заказы, интересы регионального бизнеса, лоббируются правительством региона на международных выставках и форумах. За эту помощь регион ждет своеобразной отдачи в виде выплат достойной зарплаты и улучшения условий труда. Особо ценными в этом смысле являются практики, которые уже внедрены за пределами региона. О них рассказал гость с Урала. Я считаю, абсолютно все технологии, которые применил я на предприятии, можно тиражировать на предприятии абсолютно любого масштаба России, не только России. Да, это не тот путь, который идет европейские предприятия, это свой путь, но ключевой фактор развития – это эволюционное поступательное движение вперед. Александр Викторович признанный на всероссийском уровне эксперт. Привык оценивать не только предприятия региона, но и регион в целом. Он отметил, что город и область показались ему безопасными по всем критериям, которые он применяет. Дороги, освещенность, поведение людей и водителей. У предприятий, считает он, проблем больше, чем у региона. С этим солидарны и региональные эксперты. Довести травматизм производственного до нуля, естественно, нам за этот год не удалось. Это абсолютно логично. Но начинать работу в этом направлении было просто необходимо. Хотя, если взять статистику прошлого, позапрошлого года, у нас есть определенная положительная динамика. На сегодняшний момент по итогам проведения специальной оценки условий труда 73% от общего количества аттестованных рабочих мест составляют места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых занято более 120 тысяч работников. 27% рабочих мест с вредными условиями труда. По результатам спецоценки на данных рабочих местах работодателями утверждены 1537 мероприятий по улучшению условий труда. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. До 15 октября в городе благоустроят все места раскопок. Речь идет об улице, где до сих пор ведется ремонт и замена труб, несмотря на то, что отопительный сезон уже стартовал. Всего таких участков по городу шесть. Одна из них в самом центре города, на пересечении улиц Минаева и Железной дивизии. Проводится ежедневный мониторинг работы и учет количества рабочих. В случае срыва сроков будут составлены административные протоколы на компанию. Тем временем поступила информация, что ульяновские школы и детские сады на 100% обеспечены теплом. Во всей образовательной организации Ульяновска завершился пуск тепла. Начали подавать тепло и в спортивные школы. На утро этого дня тепло получают 8 спортивных школ из 13, а также клубы «Симберцит» и «Орион». Из 57 зданий 25 уже подключены к теплоисточнику. Еще в 20 библиотеках, располагающихся на первых этажах жилых многоквартирных домов, тепло будет дано по мере подключения к теплоисточнику домов. Жители 283 многоквартирных домов уже получают тепло. С 23 по 29 сентября в нашем регионе проходит неделя цифровой экономики. Основная ее задача – рассказать гражданам о преимуществах цифровизации во всех сферах жизни, в том числе о получении цифровых услуг, повышении качества работы соцсферы, новых моделях ведения бизнеса и многом другом. Трехдневный обучающий интенсив для работников бюджетной сферы проходит в эти дни в Ульяновске. С цифровизацией жизни ежедневно сталкивается каждый гражданин нашей страны, однако далеко не все представляют все те выгоды, которые она может дать. Помочь это понять и научить пользоваться цифровыми услугами во всех сферах жизни. Цель тематической недели, посвященной нацпроекту «Цифровая экономика». Одно из мероприятий – повышение квалификации для госслужащих. Сегодня здесь стартует трехдневный образовательный интенсив, который направлен на государственных и муниципальных службы Ульяновской области. Ульяновская область – не первый регион, который принимает вот такую образовательную площадку. Все мероприятия подготовлены Российской академией народного хозяйства и государственной службы. И главной целью является формирование компетенций по цифровому управлению среди госслужащих. 19 сентября в Москве с компанией «Цифровая экономика» было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь стороны будут совместно реализовывать проекты по развитию цифровой экономики на территории регион, в том числе и приглашать федеральных экспертов. Основная мысль, которую мы сегодня постараемся им донести, я бы сказал, это две мысли. Первая мысль, что цифровая экономика уже наступила, что мы все пользуемся цифровыми сервисами, поэтому это не будущее, и к этому надо быть уже готовым и жить сейчас. Потому что либо мы вольемся в этот процесс, либо этот процесс вольется в нас. Лучше все-таки, что первое. А вторая история, мы хотим четко донести до людей, что несмотря на все технологические прорывы, все эти приложения и возможности, которые есть, в первую очередь мы должны помнить о человеке, и все наши сервисы, все цифровые технологии, все проекты выстраивать от человека. Соглашение, заключенное между регионом и некоммерческой организацией, направлено на внедрение цифровых технологий в экономику, социальную сферу, государственное и муниципальное управление. Кроме того, это взаимодействие позволит привлечь федеральные средства в регион. В прошлом году к нашему большой программе сотрудничества добавилась и образовательная программа, руководитель цифровой трансформации. И мне представляется, что очень топор, какой семьи я даже горжусь вами, Ульяновской области в том числе, за то, что мы стали одним из первых субъектов федерации, где у нас с вами есть возможность проходить курсы основы цифровой трансформации и цифровой экономики. Владимир Путин поставил задачу ускоренного развития цифровых технологий, а также обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров. В Ульяновской области задача, поставленная президентом, успешно реализуется. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. В Ульяновске проходит первая в истории региона конференция Всемирной организации здравоохранения. Перед стартом основных мероприятий специалисты мирового масштаба посетили несколько медицинских центров Ульяновска и пообщались с медиками. Слово Ренате Алиуловой. 85 специалистов со всего света. В Ульяновскую область приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Вместе с ульяновскими специалистами они намерены оценить и при необходимости доработать меню для детей в детских садах, школах и других соцучреждениях. Основой рациона по заявлению представителей ВОЗа должны быть полезные продукты, где концентрация соли не будет превышать 5 граммов, а также снижен сахар. Питание не зависит ни от врачей, ни от учителей. Оно зависит от этих, которые поставляют продукцию. Если дети в детстве будут питаться правильно, чтобы дети питались правильно, они должны любить эту еду. Она должна им быть вкусно и традиционно подходит этому району. Улучшение школьного питания и физической активности в стране в целом – основная тема конференции Всемирной организации здравоохранения. Специалисты подразделения ООН по решению проблем здоровья населения земли проводят семинары на Ульяновской земле впервые. Регион выбран не случайно. Ульяновская область с 2013 года является участником проекта Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровые города, районы и поселки». Всего в сеть включены 12 субъектов со всей страны. Укрепление общественного здоровья – тема такая, которая может восприниматься по-разному. Конечно, здесь очень много направлений. И что самое важное здесь – это две вещи. Это межведомственное взаимодействие. И вторая очень важная проблема и очень важное направление – это ответственность всех и каждого за свое здоровье. Первыми в отчетных гостей накануне поприветствовал губернатор Сергей Морозов. После завтрака с главой региона представители Всемирной организации посетили ряд объектов здравоохранения Ульяновской области. Заботу о работающем населении показали на примере Центра профпатологии. В поликлиническом отделении больницы доктор Мелиде определили индекс массы тела и измерили рост. Дальше гостей провели по диагностическому отделению, рассказали о гидромассажных ваннах, завели в галокамеру, показали маммограф и кабинет УЗИ. Здесь у нас стоит звуковой аппарат, который позволяет очень хорошо выявлять на ранних стадиях заболевания, мы сейчас не стрижем к патологии. И проводим здесь исследования всем нашим пациентам по глазу точного стационара, вводили на стену стационара. Специалисты ВОЗ высоко оценили работу регионального Минздрава в части комплексного подхода по восстановлению здоровья рабочего населения в Центре профпатологии. Мы хотим вытащить сюда директоров предприятий. Это будет очень выгодно для предпринимателей, потому что тогда у них будет рабочая сила, которая не болеет, нет отсутствия с работой, производительность растет, удовольствие рабочее растет, это очень важно. Далее доктора отправились в амбулаторное отделение номер один областного клинического противотуберкулезного диспансера. Представитель Всемирной организации здравоохранения волновал вопрос лекарственного обеспечения. Тема лекарственного обеспечения гости подняли и в Центре СПИД. Как заявляют специалисты ВОЗ, системный подход в борьбе с ВИЧ сегодня есть по всей стране. Главная задача – достичь к 2030 году показателей стратегии ЮНЕЙТС 90-90-90. Эти меры, при помощи которых можно и нужно остановить эпидемию СПИДа. Суть ее такова. 90% людей с ВИЧ должны знать свой ВИЧ-статус. Вторые 90% с диагностированной ВИЧ-инфекцией должны проходить терапию. А третьи 90% всех людей, проходящих лечение, должны иметь сниженную вирусную нагрузку. Конечно же, посещая этот центр, мы увидели, что все это на местах реализуется, все обеспечивается. Мы сейчас посещали лабораторию. Все тест-системы, все процессы по диагностике, по тестированию по работе с группами риска, с населением, в общем, все это соответствует тем требованиям, которые выставляются как на национальном уровне, так и для региона в целом. По итогу семинара специалисты Всемирной организации здравоохранения дадут методологию и рекомендации регионального мест здраво, а также обменяются лучшими практиками. Рината Леулова, Данил Сурков, Новости Улправды.ТВ. Международные специалисты по питанию, физической культуре, взрослой и детской медицине проведут в Ульяновске ряд семинаров по улучшению школьного питания и физической активности в стране. На одном из них сегодня побывала наша съемочная группа. Последние годы в России стремительно растет число детей и подростков с избыточным весом. Вопросы пропаганды здорового образа жизни и правильного питания обсуждались на семинаре Всемирной организации здравоохранения, который прошел в Ульяновске. Область давно и плодотворно сотрудничает с международной организацией, особенно с ее европейским офисом. Мы с удовольствием приняли предложение регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации, чтобы провести такой семинар у нас. Тем более, что Ульяновск давно уже является членом такого движения, как «Здоровые города, районы и поселки». У нас уже есть свой опыт, мы им даже успешно делимся. Физическая активность и здоровое питание – вот главный фактор, который могут исправить ситуацию в лучшую сторону. При этом большой упор делается именно на пропаганду. Если в школах дети будут есть вкусную и здоровую пищу, то и дома они выберут такое же меню. Это одна из целей пилотного проекта по сотрудничеству Всемирной организации здравоохранения и России. В числе 12 российских городов в него вошел и Ульяновск. Делается большая такая книжка, которая будет предоставляться учителям, где будут практические занятия за детей, учить их, что такое здоровое питание и помогать даже и школьной кухне и всем другим. Правильное питание должно начинаться именно со школы. В этом уверены все эксперты Всемирной организации здравоохранения. Есть у Международной организации рекомендации того, что должно включаться в школьное меню. Если мы говорим о рекомендациях ВОЗ, то нужно достаточное потребление фруктов и овощей, исключение или снижение потребления напитков, содержащих сахар, а также общее снижение сахара и соли. Представители Всемирной организации здравоохранения также осмотрели ряд лечебных учреждений и школ. В результате были выработаны рекомендации по улучшению их состояния. Они будут переданы федеральному правительству. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новость Улправда ТВ. Для помощи старшему поколению в регионе созданы мобильные группы. О работе новой службы расскажет Виктория Черкова. Помочь пожилым людям на дому и доставить их в больницу. Наша съемочная группа побывала в Старой Майне и увидела новое подразделение за работой. Команда мобильной группы состоит из соцработника и терапевта. Специалисты посетили почтенную семейную пару. Петра Егоровича Александру Прокопьевну опросил доктора и традиционно измерил им давление. По мнению Александра, подобные визиты очень полезны. Ну, раз это плохо. Мне кажется, это очень хорошо. Ну, как же. Это все для людей, для эргих старье. Старье-то мы как. Господи. Также о насущных проблемах Читы Самсоновых узнали в соцслужбе. Дело в том, что из-за болезни суставов Петру Егоровичу тяжело передвигаться по дому. Боли настолько сильные, что сельчанин уже мечтает об инвалидной коляске. Заведующее отделением местной соцзащиты пообещало разобраться в этом вопросе. И совместно с медиками мы рассмотрим вопрос о необходимости оформления документов для обеспечения гражданина инвалидной коляской. Но это будет решаться совместно с работниками нашей, с сотрудниками нашей районной больницы. Такие же мобильные бригады есть во всех районах области. За время их работы были обслужены 219 жителей области. Существует новая служба с 1 сентября этого года. Мобильные бригады входят в федеральный проект «Старшее поколение». Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. 27 сентября в Ульяновской области ожидается прохладная погода, местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 8 градусов тепла. Ветер западный 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале уллправда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин